Здравствуйте! Вы в теме дня. Земли, которые были превращены в руины и загрязненные территории со стороны армянских вандалов, сегодня превращаются в цветущие края. Бывшие беженцы и вынужденные переселенцы поэтапно возвращаются на свои родные земли. На этой неделе еще 23 семьи отправились Физули. Сколько семей на сегодня живут в Карабахе и сколько планируется переселить до конца этого года? На эти и другие вопросы ответит заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фад Гусейнов. Фад, здравствуйте! Рада вас видеть в нашей студии. Добрый день! Благодарю. В первую очередь хотел бы приветствовать аудитории и выразить свою благодарность вам за приглашение и предоставленную возможность выступить в эфире программы «Тема дня». Как вы уже упомянули, началась Физулинская летопись Великого Возвращения. И вчера, 23 августа, была очень знаменательной датой. Президенты двух братских государств, первые леди, посетили Физули и встретились с первыми возвращенцами, жителями Физули, а также приняли участие в торжественной церемонии открытия среднеобразовательной школы номер один города Физули имени Мерзе Улукбека. Эта школа является еще одним символом, монументом нерушимости дружбы и братства между народами Узбекистана и Азербайджана. Начиная с 18 августа был дан старт возвращению бывших вынужденных переселенцев в город Физули. И на первой стадии, которая предусматривает два этапа, 144 и 123 семьи, предусматривается возвращение 267 семей бывших вынужденных переселенцев из города Физули. В общем, на данном этапе идет строительство 38 жилых домов, и в ближайшем будущем предусматривается возвращение 80-46 семей в город Физули. В целом, сколько семей и в какие города переселились бывшие беженцы и вынужденные переселятся, и какие факторы учитываются перед тем, как их переселить сюда? Я имею в виду социальные вопросы, образование, трудоустройство и так далее. И вообще, чем занимаются азербайджанцы, которые переехали уже жить в Карабах? Как известно, после исторической победы, одержанной нашей доблестной армией под руководством Верховного главнокомандующего, была не только восстановлена территориальная целостность и государственная суверенитет Азербайджана в рамках ее международного признана границей, но также были созданы условия благоприятные для достойного, безопасного и добровольного возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли. И в связи с этим великое возвращение наряду с реинтеграцией экономики, освобожденных от оккупации территории, было объявлено господином президентом одним из пяти национальных приоритетов Азербайджанской республики социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года. И на этой основе в прошлом году распоряжением господина президента была утверждена первая государственная программа по великому возвращению на освобожденную от оккупации территории Азербайджанской республики. В соответствии с этой программой по сей день более 400 семей, что в совокупность составляет около 2000 бывших вынужденных переселенцев, уже вернулись на свои родные земли в Карабахском и восточно-зангизурском экономическом регионах. Господин президент объявил 2023 год, который является годом общенационального лидера Гейдера Алиева, годом первого крупного шага великого возвращения. И мы сегодня являемся живыми свидетелями этой реальности. До конца этого года планируется обеспечить возвращение около 2000 семей, что в совокупности составит около 10 тысяч человек на свои родные земли в Восточном Зангизуре и Карабахском экономическом регионах. Какие факторы учитывают? В первую очередь акцент делается на тех вынужденных переселенцев, которые проживают в наиболее тяжелых условиях по сей день. Как известно, вследствие целенаправленной социально ориентированной политики азербайджанского государства под ее высшим руководством в области улучшения жилищных условий и повышения занятости среди беженцев и вынужденных переселенцев, со стороны азербайджанского государства были предприняты очень важные шаги и были достигнуты очень значительные достижения. Так, 116 новых поселков современных с развитой социально-технической инфраструктурой было построено более чем в 30 городах и районах республики и около 320 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев были обеспечены улучшенным жильем в современных поселках. Но, тем не менее, по сей день сохраняются вынужденные переселенцы, которые живут в неблагоприятных условиях, в общежитиях, пансионатах, санаториях, других общественных зданиях. Срок технической эксплуатации уже устек, кроме этого, в квартирах и домах, которые принадлежат другим гражданам и в соответствии с распоряжениями высшего руководства страны, основываясь на принципах социальной справедливости и объективности, в первую очередь приоритет отдается тем вынужденным переселенцам, которые проживают наиболее тяжелых условиях. Естественно, права по возвращению будут обеспечены для всех вынужденных переселенцев, которые изъявят такое желание, но этот процесс будет осуществляться поэтапно. Кстати, уже завтра намечается возвращение в Забух Лачинского района. Сколько из семей завтра переселяются в Забух? Вы совершенно правильно упомянули. В предельно сжатые сроки, даже менее чем за год, было заново отстроено поселение Забух, Иисус и в соответствии с распоряжением господина президента, Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев были предприняты необходимые шаги по строительству нового поселка, новых зданий в этих селениях. И несколько недель назад была проведена жеребьевка среди первых возвращенцев в селении Забух. Завтра будет обеспечено возвращение 20 семей, 88 человек. То есть это будут первые возвращенцы. А всего на первом этапе предусматривается возвращение и постоянное размещение 223 семей в селении Забух. А всего жилищная инфраструктура предусматривает строительство домов для 245 семей. И этот процесс, естественно, будет осуществляться. И с каждым днем, с каждым месяцем процесс великого возвращения будет идти еще более интенсивный. Я еще хотел бы упомянуть, что в прошлом году, 26 августа, когда центр Лачинского района, город Лачин и селение Забух, Иисус, были возвращены, которые были временно под контролем российского миротворческого контингента и были возвращены под контроль азербайджанских государств. И когда было выведено армянское население, незаконно заселенное там во время оккупационной политики армянского государства, как известно, это является грубейшим нарушением Женевской конвенции, так называемого Женевского права и является ничем иным, как преступлением против человечности. И в предельно сжатые сроки перед Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев была поставлена конкретная задача по подготовке и обеспечению жителей этих населенных пунктов города Лачин, усиления Забух, Иисус. И с радостью можно сказать, что этот процесс начался и успешно продолжается. В целом, сколько беженцев, бывших и вынужденных переселенцев, которые ждут своей очереди, чтобы вернуться в те земли, которые они покинули 30 лет назад? Как известно, в результате бывшего уже канувшего в лету армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта около 700 тысяч азербайджанцев были насильственно изгнаны из своих земель на территории бывшего Нагорно-Карабаха и прилегающих семи районов и были вынуждены найти приют в других городах и районах республики. И, естественно, каждый из этих вынужденных переселенцев, потому что это фундаментальное право, которое закрепляется также международным законодательством, международным правом, международным гуманитарным правом, имеет право на добровольное, достойное и безопасное возвращение на свои родные земли. И опросы, которые проводятся со стороны Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, также со стороны других и международных, и местных организаций, с целью обновления информации, социально-экономического профиля вынужденных переселенцев показывает, что абсолютно большинство бывших уже вынужденных переселенцев не только изъявили желание вернуться на свои родные земли, свои родные очаги, а также изъявили желание быть активно вовлеченными в процессы реконструкции, реабилитации, строительства своих родных городов, районов и селений. — К сожалению, еще тогда, во время армянской оккупации, были люди, которые не смогли покинуть эти территории, и многие из них были убиты. И не только убиты, а подвергались жестоким и нечеловеческим пыткам. Как вы знаете, в освобожденных от оккупации территориях найдено несколько массовых захоронений. И сколько семей, которые ждут какие-то новости до сих пор от своих близких и родных, которые тогда пропали без вести? — Этот вопрос находится под пристальным влиянием и в рамках компетенции Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников, которая была установлена распоряжением господина президента. И согласно информации, предоставлено Государственной комиссии во время первой Карабахской войны около четырех тысяч граждан Азербайджана все еще числятся пропавшими без вести. И несмотря на неустанные усилия и со стороны Государственной комиссии, и других структур, пока их судьба остается неопределенной. И, к сожалению, среди этих лиц есть также вынужденные переселенцы, которые все еще с надеждой ждут вести о судьбе своих родных и близких. В то же время я бы хотел отметить вопрос, который является очень приоритетом, вопрос минной опасности. — Вот как раз я хотела задать вам вопрос. Как мы знаем, одним из препятствий для процесса возвращения в освобожденную оккупацию территории — это минная угроза. И враги, загрязняя нашу территорию, не соблюдали ни единого международного принципа по этому делу. И даже сегодня в Ходжалы трактор подорвался на Мине. Да, слава богу, пострадавших нет, но могло быть, конечно. Что советует Госкомитет людям, которые переезжают в Карабах? — К сожалению, вопрос минной безопасности является одним из основолагающих в вопросе великого возвращения вынужденных переселенцев и беженцев. И Армения заминировала земли, которые были вдоль бывшей линии соприкосновений, которые были под оккупацией до такой степени, что, согласно мнениям международных экспертов, эта территория сегодня является одной из наиболее загрязненных в мире — на земном шаре в вопросе мин и других неразорвавшихся боеприпасов. И еще раз, к сожалению, приходится констатировать тот факт, что этот процесс продолжается даже после Отечественной войны 1920 года, после подписанного трехстороннего заявления со стороны лидеров Азербайджана, Российской Федерации и Армении. Более 300 человек с того дня стали жертвами минного террора или потеряли свою жизнь или получили тяжелые увечья. И нежелание Армении предоставить точные карты минных полей, как известно, те карты, которые были представлены, до 25% отражают реальное соотношение или реальную картину. Миллион мин. Да, более миллиона мин, что фактически говорит о том, что пользы от этих карт никакой. И нежелание Армении предоставить эти минные карты является продолжением деструктивной политики, политики по ущемлению прав, фундаментальных прав вынужденных переселенцев, на этот раз по их достойному, безопасному возвращению на свои родные территории. И Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев во взаимодействии и с международными организациями, и с местными организациями, такие как АНАМА, Азербайджанское государственное агентство по разминированию, Азербайджанское общество красного полумесяца и другими, проводят тренинги среди бывших вынужденных переселенцев в местах инкомпактного проживания перед их возвращением на родные земли, с тем, чтобы повысить просветительскую деятельность среди населения вынужденных переселенцев по поведению в условиях минной опасности. И с помощью международной организации, голландской организации Mindmark, проводятся онлайн-тренинги, интерактивные семинары и для педагогов, и для учащихся школ, где обучаются вынужденные переселенцы, с тем, чтобы максимально обеспечить их просвещение в области минной безопасности. Этот процесс продолжается, и этот процесс охватывает все сегменты бывших вынужденных переселенцев до их возвращения на родные земли. — Спасибо, Фадмен. — Вам спасибо. И в заключение хотел бы отметить, что, несмотря на все эти проблемы, в том числе и минной безопасностью, азербайджанское государство под руководством доблестного верховного главнокомандующего в скором времени превратит земли, которые были когда-то превращены со стороны армянских варваров, в развалины, в руины, превратит их в рай, в реальном смысле этого слова, и представит на суд мировой общественности новую светскую модель постконфликта реабилитации и реинтеграции уже бывших вынужденных переселенцев в свои родные дома. Спасибо вам большое. — И вам спасибо. Вы были в теме дня. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова